Как вы относитесь к этой идее, а к тому, что их признали личностями? Высшие, ну как, не личностями, а то, что у них они как высшие существа интеллектуальные. Это просто фраза вот эта. Скажите, пожалуйста, ну хорошая фраза. Это, между прочим, Татьяна Черниговская, которая нейропсихолог, она согласна с этой теорией. Можно говорить про высших и низших, и можно указать, в какую сторону метр направлен. Вот обезьяны, значит, люди, дельфины, ну и где-то, где-то... Каким образом данное тестирование, данное ранжирование составлено? Постепенность в сложности развития процессора, ну то есть в головном мозге. Постепенность в поведенческих реакциях. Если по степени сложности поведения, то есть по визургировщему, то очень важно с учетом или без учета экологической специфики. Потому что я берусь задать задачи элементарные для крысы, которые не решат выпускники университета. Есть такая вещь, которая называется экологическая специфика. Для каждого биологического вида есть класс задач, которые бессмысленны. В рамках их экологии такого просто быть не может. Задача про деревянную железку. То, что головной мозг у всех китообразных сложнее морфологическую, чем человеческую, это вообще давно известно. У нас не самая сложная мозга. И не самая крупная мозга. Ну, по восприятию себя, наверное, тоже. Так, слушай, а как вы интересует, как я себя воспринимаю, я это знаю. А вот как вы себя воспринимаете, я не знаю. Скажите, пожалуйста, какого цвета помидор? Красный. Красный. Слово красный я тоже знаю, я услышал. Так? А ты докажите мне, что вы воспринимаете красный цвет так же, как я. А вот это сделать совсем нельзя. Не существует нет. Просто. Откуда у вас слово красный появляется в обеходе? Когда дети человеческие рождаются, мы вам говорят, он помидор, он красный. Вот платье у тебя красное. Он флажок, он красный. И человек привыкает, что такое ощущение называется таким именем. Но отсюда никак не следует, что ощущение у Васи Купкина такое же, как у меня. Слово, да, оно использовано однажды. А про ощущение никто не знает. Вот это принципиальное отличие психологии от нейробиологии. К сожалению, даже грамотные нейробиологи этого не понимают. Причем, чем грамотный человек, как нейробиолог, тем сильнее у него запрет на понимание вот этой непроходимой границы. Это и понятно. Это абсолютно понятно. Есть в любой науке такое представление, которое называется допустимый объем термина. Ведь научный термин – это не просто слова. Научный язык – это очень своеобразное насилие многих языков. В любом живом языке есть система синоним. А в научном языке ее нет и быть не может. Только это делает возможным однозначным подтверждением. Если бы можно было так, а еще так, а еще вот это сказать, то никакой однозначности Вы бы на выход не получили. Понимаете? А, к сожалению, нейробиологи выходят за рамки допустимого использования терминов. Когда начинают возиться с понятиями мышления, с понятиями ощущения, с понятиями интеллекта и так далее. Потому что это не биологические понятия. Их можно изучать, их можно мерить, но просто совершенно другими методами. Непрогласно. В качестве очень слабого примера. Хорошему мастеру компьютерному железу дают совершенно неизвестный вариант компьютера. Он железе, если он действительно хороший мастер, разобраться сможет. Если он хороший мастер, он может сказать, какое программное обеспечение на нем стоит. Это совершенно невозможно. Так вот, нейробиологи изучают железо. Мозги – это конструкция. Так? Активно при этом используют порциально мышление, речь и тому подобное. А не конструкция, это уж совсем другое функция. Так что я не против того, что дельфины – это вершина. Только неплохо понять бы еще вершину чего, во-первых. А во-вторых, как доказывалось, что имеется в этом. Вообще, то, что они чертовски занятные существа, несомненно. Несомненно.